всем привет рада видеть вас на моем канале сегодня находимся в казани и прогуляемся с вами по кремлевской набережной мы бываем в казани очень часто и каждую поездку обязательно идем на кремлевскую набережную хоть я всегда говорю себе хватит в этот раз мы пойдем мы посмотрим другой парк но мы всегда сюда возвращаемся потому что здесь нереально красиво набережную закончили строить в 2015 году ее протяженность более полутора километров мне нравится здесь то что все здания выполнены в едином стиле даже кафе и рестораны одинаковые отдельно стоит отметить ландшафтный дизайн и ухоженность парка все растения и цветы здесь всегда политы постриженные здесь все очень чисто и аккуратно и стоит контейнеры для раздельного сбора мусора я ни разу не видела что бумажки какие-то валялись на полу и ни разу не видела что их убирали здесь просто всегда чисто а еще здесь очень много малых архитектурных форм и различных украшений каждый раз приходишь на набережную видишь что-то новое например вот эта композиция располагается у одного из ресторанов а этого другого ресторана они стоят на улице и прохожие могут ими насладиться то есть вам не обязательно заходить в ресторан чтобы посмотреть на эту красоту все доступно все бесплатно особенно мне нравятся вот эти пряничные домики мне кажется они просто сказочные но я не могу понять для чего они потому что каждый раз когда мы приходим на набережную они всегда закрыты может быть это связано с временами самоизоляции они еще не заработали я не знаю посмотрите на вот эту красоту это обычная клумба еще хочу отдельно рассказать вам про лавочки мне кажется у этих лавочек был какой-то знаменитый дизайнер потому что здесь их очень много они все разные и очень красивые есть обычные классические деревянные лавочки покрашены в разные цвета есть вот такие вот стулья есть лавочки в виде бабочек есть даже лавочка с надписью познакомлюсь для тех кто ищет вторую половинку на набережной много всяких креативных штук например вот такой вот стенд где указан рост номинитости можно его сравнить со своим ростом это очень забавно много бесплатных активностей различные настольные игры шашки шахматы а инвентарь можно взять бесплатно в прокат в специальном киоске везде стоят музыкальные инструменты и каждый желающий может поиграть иногда играют люди настолько хорошо что кажется что это профессиональные музыканты может быть это они есть кто же их узнает они просто настолько потрясающе играют что люди останавливаются снимать их на камеру а еще здесь много недорогих кафе где можно вкусно перекусить мы были на набережной теперь пришли вечером чтобы погулять по красивой инсталляции 10 набережная так вот сделано огонечками примерно наверное на километр или два смотрите как красиво если вы идете гулять по набережной днем обязательно посетите ее ночью вы ее просто не узнаете она становится сказочный и очень очень красивый правда ночью она выглядит совсем по-другому это начинаешь обращать внимание на какие-то другие крутые штуки которые днем можно было не заметить здесь даже ночью гуляет очень много семей с детьми потому что для детей здесь просто рай но и взрослые могут почувствовать себя детьми и покататься вот на таких вот классных качелях или поиграть на музыкальных инструментах или почитать книги здесь есть бесплатная библиотека где можно взять книгу присесть на лавочку и почитать если вы за целый день так устали гулять и хотите прилечь отдохнуть что можно сделать и это здесь есть прикольные гамаки короче если будете в казани обязательно посетите эту набережную надеюсь вам понравилась прогулка со мной